Центр города, сквер уральских добровольцев, один из любимых скверов-пермяков и одно из мест, отмеченных на карте зоозащитников, где докхантеры раскидывают отраву для собак. Также отрава была замечена еще в 12 точках нашего города. Улица Старцева в парке 1905 года, сквере у Дворца культуры имени Ленина, в Черняевском лесу, Балатовском парке, на улицах Декабристов и Генерала Черняховского. И с каждым днем этих мест становится больше. Владельцы собак обеспокоены. Гулять в городе стало небезопасно. Алла Городилова уже несколько лет старается выгуливать своих собак подальше от центра. Например, на лыжной базе «Динамо». В городе, во-первых, очень грязно, собак много, машин много, ну и то, что все-таки травят. На Бахаревке стараемся гулять и здесь гулять, потому что, по крайней мере, здесь докхантеров мы не видели и их приманки тоже не видели. То есть здесь пока достаточно безопасное место. В городе на Поботке здесь стараемся гулять свободно. От отравы с каждым днем гибнет все больше собак. За защитники призывают выгуливать четвероногих только в намордниках и на поводке. А после прогулки тщательно вымыть лапы. Всем владельцам собак мы, конечно, рекомендуем очень аккуратно подходить к выгулу своих животных. То есть, конечно, увидел место, засеки и, естественно, убери. Никто не должен пострадать, потому что это очень нам повезло, что пока еще ни один ребенок не пострадал от этого, а дети все тянут в рот. Взрослый, конечно, не возьмет кусочек лакомства земли. Я, что щенок вот такой, что собака, что ребенок, вполне могут этим заняться. Большинство собак не выживает. Яд вызывает необратимые последствия и мучительную смерть. Поэтому, если вы увидели, что ваш питомец что-либо съел на улице, то необходимо принять своевременные меры. Собаку немедленно нужно доставить в ветеринарную клинику, где ей проведут необходимые процедуры. А место, которое вы увидели, конечно же, нужно своими силами дезактивировать. Собрать отравленную приманку в полиэтиленовый пакет и выбросить в контейнер, недоступный для животных. Также обязательно сообщить зоозащитникам о месте, где была найдена отрава, чтобы они смогли предупредить других об опасных местах. Валерия Ермакова, Дмитрий Микрюков, телекомпания «Ветта».